Наутилус Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово Наутилус? Возможно, кто-то сразу же вспоминает подводную лодку капитана Немо, которая называлась Наутилус. А некоторые, наверное, знают музыкальную группу Наутилус Помпилиус. И подводная лодка, и музыкальная группа берут свое название вот от этого моллюска. Вроде Наутилусов четыре вида. Все они очень похожи друг на друга, за исключением некоторых отличий и особенностей. Из четырех видов самый известный, пожалуй, Наутилус Помпилиус. Все Наутилусы обитают в Тихом Индийском океанах. Хотя в некоторых регионах они многочисленны, но ареал их распространения не слишком широк. Наутилусы живут на глубинах от 100 до 600 метров. Эти головоногие моллюски постоянно перемещаются в толщу воды. Они могут плавать как вертикально, так и горизонтально. Вертикальное перемещение моллюска представляет наибольший интерес, особенно для ученых. Моллюски без труда могут регулировать свою плавучесть, становясь легче или тяжелее воды. Раковина Наутилуса разделена на камеры или балластные цистерны. Изменяя соотношение воды и газа в этих цистернах, животное регулирует глубину погружения. Для того, чтобы лучше понимать такой механизм передвижения, стоит более подробно рассмотреть строение раковины Наутилуса. У всех видов Наутилусов сильно закручена спиральная раковина. Она разделена на 35 камер. Правда, их может быть и больше. Тело моллюска размещаются всегда в последней, самой большой камере. Остальные камеры работают как гидростатическая система. В перегородках раковины есть отверстия, через них проходит тонкая трубка, которую называют сифоном. Эта трубка соединяется с задней частью тела Наутилуса. Выделяя или поглощая сифоном газ, моллюска заполняет им то или иное количество нежилых камер и тем самым изменяет свою плавучесть. Максимальная глубина погружения около 700 метров. Это соответствует 70 атмосферам. Именно такое давление способно выдержать раковины Наутилуса. Если он погрузится глубже, то просто погибнет. Но обычно ниже 600 метров моллюск не погружается. Наутилус может отрегулировать свою плавучесть таким образом, чтобы неподвижно зависнуть с толщи воды. Поразительная способность. А что можно сказать о самом моллюске, который живет в такой уникальной раковине? Тело Наутилуса представляет собой голову и туловище. Ноги, которая характерна для всех моллюсков, у него нет. Вместо нее находится воронка, своего рода коническая трубка. Такая нога-воронка имеет широкую подошву и ведет в мантийную полость. Благодаря такому необычному строению Наутилус плавает или же медленно перемещается по дну. Род моллюска увенчан щупальцами, которые обладают достаточно мощной мускулатурой. В несколько рядов их покрывают чрезвычайно сильные присоски. У Наутилусов может быть до 90 щупалец. С их помощью моллюск захватывает пищу или передвигается. Вот так вкратце устроен этот удивительный головоногий моллюск. Рацион же Наутилуса состоит в основном из мелких рачков, входящих в состав планктона. Свою пищу моллюск добывает широко расставляя свои липкие щупальца, которым приклеивается мелкая живность. По мнению многих ученых, Наутилусы питаются также падалью. Их большие глаза не имеют хрусталиков, поэтому видят они плохо. Один из злейших естественных врагов Наутилуса – осьминог. Пробуравив раковину, он парализует тело моллюска порцией яда, чтобы затем пообедать без помех. Наутилусы – раздельно полое создание. До сих пор никому не удавалось наблюдать за их братьями повадками. Известно лишь, что размножение у них происходит на глубине до 200 метров. После оплодотворения самка прикрепляет яйца к камням, которые лежат на дне мелководных лагун. Инкубация длится очень долго – около 12 месяцев. В положенный срок из яиц вылупляются юные Наутилусы длиной 3 см. Их крохотные раковины поначалу состоят всего лишь из одной камеры. Подрастая, Наутилус перемещает тело в новую, более обширную камеру, которая нарастает со стороны устья раковины. Наутилусы издавна являются предметом промысла. Жители Филиппинских островов, Индонезии и Океанических островов ловят Наутилусов в ловушке, наживленной рыбой или мясом. Мясо Наутилусов съедобно и потребляется на многих островах Тихого океана. Но промышляют их главным образом из-за очень красивых перламутровых раковин, из которых изготавливают украшения и сувениры. Из раковин Наутилуса Пампилиуса изготовлено множество красивых предметов, находящихся в пунктскамерах эпохи Возрождения. Часто ювелиры делают из них экстравагантные чаши на тонких ножках, предназначенные в основном для украшения, а не для использования. Понравились ли вам эти создания? Музыка 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 Музыка